всем привет друзья я васяо это калямбао это вала и сегодня мы будем пробовать корейскую продукцию которую можно купить в магазинах россии так сказать интернет магазинах так что смотрите какая большая ассортимент это конечно не все что мы смогли купить но у нас таки много сегодня чего будет пробовать мы будем кушать выпивать в общем будем много-много чего делать это все мы приобрели корейском магазине core food точка ру компания такая она уже 20 лет возит премиальные продукты из кореи является между прочим представителем нокшим это где вот у нас такая лапра вот-вот лапша да айна так нет это чипсы но в общем чипсы ну и лапша и быстрого приготовления а также еще и снэки делает снэки такие вот сибуку очень популярно очень вкусные в общем как бы вот это все мы привели там кроме алкоголя алкоголь покупать нельзя по интернету понятно поэтому алкоголь учите в других магазинах как бы да а все остальное можете заказать на сайте и по промокоду фудаю вас ждет 10 процентная скидка класс что вы не как все готовы сегодня все я абсолютно готов у вас а я абсолютно не готов я вот в корейскую еду не умею и по распробовал но ничего не запомнил ты же любишь с надо были причины до этого достаточно полюбить корейскую еду так вот ребятки давайте начнем с чего мы начнем мы сейчас быстренько разгрузим столик и будем потихонечку доставлять экземпляры и пробовать снэки заваривать лапшичку есть специальная супер супер спайси я на самом деле не очень как бы люблю вот это все острая люблю остренько ну так мой при мой предел так сказать шерачи вот этот ну вот эти два человека они прям поэтому скорее всего у меня сегодня будет по погореть вот у нас будет как бы в общем да у меня навсегда в огне и так погнали ну что ребятки водичка вскипела первым делом мы будем заваривать вот такой вот супер спайси что ты можешь сказать вова про это лапша ну судя по тому что в нее входит что не стоит что это совсем возможно с этой планеты но нет мне нет здесь на самом деле не так страшно здесь регуляторы кислотности е501 е500 е339 это везде но самое главное здесь что пшеничная мука присутствует из зеленого чая это самое главное соответственно можно предположить что она даже настоящий а зеленый чай успокаивает насколько я помню сейчас мы сейчас он успокоит мы открывается у а красная красивая серия какая встречается и открыть я вилкой так а вы все знаете да что в корее едят палочками они вилками да но и мало то не простыми палочками а вот такие вот железными палочками нержавеющие почему сейчас объясню есть легенда да на лак ней вопрос давай считается одна из версий я честно скажу я пристал к своим коллегам корейцам вот и начал задавать всякие эти вопросы и они не смогли мне например доподлинно так сказать ответить почему же железные но считается что знать ела не просто железными а серебряными и якобы при соприкосновении с мышьяком они тут же начинали чернеть у меня к этой легенде прям вопросов очень много не сиди мышья ну во первых там все таки они же когда окисляется серебро она по идее должно покрыться условно скажем так пленочка до оксида серебра насколько он реагирует может быть типа не палочки должны быть иметь а может быть сама еда темнела и при потому что ты палочками там как-то намешиваешь там и есть что такое себе древесный гриб да такой темный черный лапшу и такой раз и он просто вот уж стал свет поглощать ну нет короче вот эта версия она не знаю какая-то тем более если но хорошая серебро а почему тогда мы не серебро а он не ржавика потому что извините рожей не вышли ну типа как это потому что типа денег не у всех было хватало на серебряные палки начали использовать деревянные почему как в китае не используют еще раз китайцев много они не боятся корейцем так вот я посмотрите какая одна версия я открыл и там вот такая штука там прям уже насыпаны грибочки садите прям смысле там какая-то приправка до насыпан овощ дальше мы посыпаем эту штуку красненькую штуку просто ну ради вас пожалуйста поставьте лайк авансом потому что сейчас начнется такая неразберих судя по всему все начнут бегать кричали кинесить огне души не стадо блин а и тут много и тут больше чем в обычном дошираки капец не ну что все готовы ты можешь не так сказать не вредить себе потому что давайте я налью это сделаем аккуратно ноги а много на одну надо заливать всю дай так понимаю пока пока не появится ну так да хорошо давайте а теперь я еще положу палочки чтоб вот так вот при при прижать слушай но она не острая по запаху нет да я даже эту штуку попробовал какой-то не замуж сейчас так вот на всякий случай на было купить молоко ну чтобы нейтрализовать мне кажется нужно страдать молоко это для собаков но опять же не по поверью по поверью пиво помогает нейтрализует нейтрализует почему все корейцы любят выпивать и пиво пьют с острым потому что если тебе остренько стал ты взял пивочка ops и пиво тебя не призывал поэтому что мы начинаем пить пиво под этим даже есть некое так сказать научное обоснование не поиск этого слова потому что алкоголь действительно растворяет капсаицин вот капсаицин это собственно то вещество которое задражает слизистую и поэтому тебе вот так печет горячо вот но только в пиве его слишком мало пиво мы с разиками вот взяли тоже корейская вообще корейскую пиво не так много мы нашли всего лишь два вида это вот вот такой вот драфт и вот так вот оригинал мюнхен корейская пиво не тут кстати вот это банка выдает корею только маленькая маленькая надпись на корейском и больше принципе особо и ничего мне кажется не писядя крафт слушай подожди здесь есть вот и драфт на одесса крафта это я сказал крафт да здесь еще не дай корейском и с другой страны в общем это и сказал здраво знать я подумал почему не крафт а ты нормальные люди они вот этим всем вот не занимаются если что мы не нашли его и мы не нашли бокалов пивных корейских они похожи на эти это простые такие бокальчики они примерно 033 вот такого же примерно размера но похоже похоже поэтому мы начинаем наливать пиво пусть я раньше же было очень популярно они джиннов первое которым будем корейское пиво который на лоз хайт 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 его нету я прям искал я прям искал хайт и глаз два основных пива которые пьют в принципе в корее который у нас очень большой партнер дистрируется россии до 2022 года вот ну вот как вот готово уже нету собственно и быстро на исчезла из ответственно эти ли вы василий по этому поводу да я не ческать никогда не пил на пиво да но я видел но я его видел все время в продажах но не ну вот вот захотелось нам попробуйте не корейскую до историю вот мы нашли только вот такое ну чем богатым и тема рада давайте попробуем сначала это что потом после этого на работ вообще непонятного пива до пива пьют просто пью просто пьют собираются пью корее да и ручка да и пьют пиво в один пола так ну что это пиво но она мягкая очень мягкая нету вот это вот какой-то горчинка просто да нет вообще горчинки мне нравится участвовать я даже не знал что на самом деле он такой прям приятно ну у нас на самом деле все примерно азиатские пиво примерно одного поле ягода как говорится вот и меня не как раз не очень нравится за счет того что нет вот этой горчинки присущий но мне вот иногда хочется что-то такого то пиво но чаще вот я бы вот такой пил чем например вот потом ближе простому простому такому лагеру вообще вот как это называется мерзкий евролагер да да для любителей я не равно характерно но зато его летом холодненькая вот прям идеально над острая тоже под острая до что-то прям очень хорошо зайдет у него история по поводу острого и пива я однажды пошел в шаурму покушать острую ну то есть я нашел где-то там обзор то что вот существует острая шаурма якобы я всегда думаю за эту историю на пикабул сразу зелень да потому что там есть категория которые всегда зелень да это к слову о том что пиво не очень хорошо работает с острым молоко получше вот я прочитал и подумал я люблю острое и обычно ну преувеличивают остроту то есть типа называют что что-то супер острое ты идешь пробовать и оно ну острое но не не так чтобы вот прям жесть вот я пошел собственно эту шаурмичную там было несколько видов острые шаурмы я решил заказать самую острую но мне собственно человек за прилавком сказал слушай самая острая она прям реально острая давайте попробуешь на уровень ниже ну типа если будет не остро ладно типа следующий раз накручу тебе супер я такой вот нехитрый маркетинг да попробуй вот это потом еще одну ну та не понравится возьмешь третью ну что ты но небольшой спойлер я рад что мне об этом сказали вот я собственно взял эту предпоследнюю по остроте шаурму вот я не помню она называлась хелл там была типа супер острая хелл и инфаркт вот их три было вот я взял нервоз предпоследнюю я начал ее есть ну я вышел на улицу потому что шаурмичный это вот прям палаточка хоть воздуха взял грифка естественно с пивком все дело тоже лето было жарко вот я кушаю тут собственно шурму съел где-то четверть и понимаешь она прям острая и я еще радуюсь я дурак в тот момент еще был я радуюсь тому что они соврали она действительно острая вроде все хорошо и острота увеличивается и в какой-то момент я понимаю что острота доходит до некомфортного уровня мне становится не очень хорошо она продолжает увеличиваться я пытаюсь запивать пивом она не 4 месяца спустя продолжает я подумал что что-то не так я начал запивать пивом причем так объемно запивать пивом и в какой-то момент я понимаю что мне больно дышать и через несколько мгновений я понимаю что я теряю сознание потому что интуитивно дышу через раз потому что мне больно в итоге я сел на травку и задохнулся вот я сел на травку мне было очень плохо у меня колотилось сердце но вроде как вроде как меня под отпустило где-то минут через 15 но это был наверное самый мой запоминающийся опыт при поедании чего-то у вас сразу вопрос ты ходил вообще хоть раз еще потом туда вопрос в разрез острые крылья это есть вот этот buffalo wings или как и как не называют как какие-то которые не в какое сравнение до середины где-то дошел и просто ништяк открой покажите пожалуйста покажите пожалуйста кстати как там красиво там все уж прям ух как высохла мешай она прям поглотила воду да не здорово красного цвета она она пахнет пахнет не очень кстати не аппетитно дошеком ну да простым дошеком таким да а уже или еще рано что вы все мы не выпендриваемся до них минуты палочками надо можно и вилочкой я попробую палочками сначала я вот это никогда не ел толками поэтому я думаю что ты берешь вилочку и я ложечки да 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 еще раз она горячая а горячая нельзя есть рецепторы не работают на горячее вкусно ну скажем так я бы не назвал этот супер острым ну нет но чувствуется вот некая химозность нет подожди сейчас вот там как как стой шаурмой там пять минут и ты уже такой не знаю я не знаю как там это у меня прям губы резко обволокло как бы это волоколо в общем ну вкусно не по вкусу вот первое завете то что залетела первое это было вкусно а сейчас я уже понимаю что меня начинает печь губы и как тот прям прям печет я вилочка попробуем давайте блин какие вообще я тут что-то это попробовал меня порвало эти такие типы не вот кажется дня на острые она острый да и мне кажется перец очень резкий вот именно перцовость такая то есть знаешь это не какая нибудь шире рача которые мне кажется прям перцовый а это прям вот перец на передний план выходит ты знаешь когда ты пересыпал перца вот прям натуральный да пока есть классно который проглотил начинает у тебя просто это это просто сразу новую засовывать в рот и а да не давайте и про отпор договори подать а просто прожжет на первого этажа ну это острая лапша ну кстати она остро но в этот перец он такой интересный он такой ждет прикольно да да но он не жестокий прикольненько можно кушать но это посерьезнее дождь когда вяжем и давайте я как-то мерить надо чем-то ну даже он вообще не очень сильный честно сказать но я просто не люблю острое ну типа я люблю страну типа я не фанат меня нет там типа там это их вот хабанера как по хабаверой да как это вот этого нету мою полный шкаф вот а мое это все как история типа широчи это самым сам максимально тамаска я просто не люблю но мне даже уксус на как-то для меня почему-то вот ну вот дошек я прям вообще не замечаю поэтому мерить дождьками страну нет ну просто дождь это максимальный масс-маркет моем понимании таки шили рачи это нужно до него дойти может быть ну что я не знаю мне вкусно но кстати вот я вот знаете как лапшу когда освобождаешь от плена от водички она вот так вот опса и и вкусно есть мне кажется вот вся злость в воде нет ну вкусно кстати прикольно ну потому что как мы знаем то губит людей не пиво губит людей вода слову да ну вот поэтому она действительно злая но вам для любителей на роста наверное не так уж слушать и не страшно да я да я еще разговариваю с вами для меня по крайней мере по крайней мере но нос тебя покраснел нет ну да да вам весь полослил х это острое даже ничего не могу сказать это прям нормальному человеку это прям будет остро но вкусненько знал людей которые от этого будет прям плохо даже пиво мы не пьем до остренькую да вообще нельзя пить 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 тяжело как пить нельзя но смысле она должна остыть немножко нак и так губы примут как будто меня дракон поцеловался такое прекрасно пробил ноздри пробило надо брать надо брать я думаю да салфеточки нам нужны да нужны салфеточки так есть для чистки оружия хорошо хорошо вот тебе но она острая то есть я ничего не могу сказать хорошенький хорошенький бульон так я думаю что нужно в противовес начинать что-то делать энергия появляется какая-то кстати тоже красненький нормально я понимаю да не прям тепло стало хорошо прям да не реви ты чё ты ревешь то я не реву но пивасик хорошо кстати помогает кайф и кстати вот быстро отпускает прошло буквально вот там минуточка и все она такой и как бы все уже и хорошо не он уже упорол вообще неси следующее к спец вообще чего за человек я стараюсь больше места оставить под все остальное там очень много всего а я это у меня сегодня был активный день и намокнул не но я кстати лапшу житую подъел остались только кстати там грибочки какие туда есть морковка норе я так понимаю лучок вести мы вот гриб до какой-то у меня я бы это грибом конечно вот так вот с уверенности не называл горячего так не хорошо вкусная штука клачок надо да хорошо да где у нас еще чуть остренькая вот так вот это выглядит еще раз показываем супер спайси оценили давайте так по 10-балль наш 10-балль на шкала раз не понравилось а дожка сколько душа катая 5 ну потому что нужно это просто ну ты знаешь я бы сказал что наверное это где-то 7 потому что она острее то есть вот мне в дождь все время хочется ну и опять же здесь как-то больше дать его жена сдать и по поводу дожек вот если даже так вот да вы хоть с острее у нас есть ли какая история здесь вот вот так это выглядит мне это специальный соус да для всего сюда ход чикин флавор соус так его прям в дождь пам пам и у тебя отлично даже как ты любишь вообще а когда мы это откроем можем прям сейчас открытие давай давай конечно на что мы это откроем я не знаю ты предлагай ну ладно могу как на хлеб может быть может быть на хлеб опс и магический образом у нас появился хлебушек на столе чтобы попробовать супер классный соус давай давай я вот вот так вот хлебушек возьму а ты хочешь пробовать ты пробуй а я могу с тобой поделить уже будешь сейчас я посмотрю можно кстати с чипсами попробовал кстати а он жиденький так должно быть аккуратненько дружок вкусно 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 не горько он нам на столе курочка отдает но чикин он же написано вот на чикин все сошлось не знаю что он нас пугает слушай да ничего такого прям там вкусненький вкусненький и не острый прям вкусненький соус да и ну а участвует остренький когда проглотил там но пошло будет немножко да но все равно так он и лапша она конечно была гораздо злее но остреньки остреньки ну да кстати я раньше жил магадане на севере на крайнем и на самом деле как бы у нас довольно таки много было корейских товаров и и помню что вот были вот такие вот чипсы вот такие чипсы были и был еще майонез такой же как у нас до оттоги все нет майонеза это точно было еще вот это было это было двадцать пять лет назад еще даже почти 30 98 вообще очень да очень давно 30 лет назад но 28 лет она точно но потому что мне по мне от месяца 45 я 15 лет примерно короче представляете как долго это вся уже экспортируется история моя на статье он был не такой дорогой и довольно таки вкусный поэтому он был в каждой семье еще в магазине там говорю точно поэтому мы его дальше попробуем вот были и были такие чипсы луковые чем интересно идти в чипсы мне понравилось попробуем сравним у них довольно таки луковый прям вкус прям вот и я боюсь поэтому красиво да теперь можно вот так прям берешь и какая-то секретная магазанская школа открывания чипсов ну удобно чтоб было вова а после спайси конечно вообще не чувствуешь курс никакой но после дзюжа почему не ну прям она прям луковая да это действительно луковые чипсы не то как вот мы привыкли когда где-то там можно ловить она прям как бы лук это прям лук что главное классные чипсы да так что у нас дальше следующая на очередь я думаю тоже оставляем оставляем будем есть хорошо у меня странное ощущение вкусовое получилось я сейчас запил луковое кольцо басом так и мне пиво показалось сладковатым раз хлеб стоит здесь давайте мы заодно попробуем паштет паштет туне тунец золотоперый консервированный с майонезным соусом какой-то другой другой это овощной тунец вегетабл туна до томишь там типа есть какой-то данная салатный турец конечно так не ждем с этого до открываем на мишу аккуратно смотрите как выглядит спокойно юпитер больше не наливать ложечкой так а вот здесь вот вообще на корейском рыбные консервы стерилизованное это тоже тунец с морковочкой сари как о благодарству давай ты подожди а если уж тогда пошла такая пьянка может нам сразу так сказать начать усудить давай расскажи про саджи чё-нибудь давайте мы я кто-нибудь вован может разговаривать давай вован расскажи пахнет кстати вкусно очень вкусно пахнет что я знаю про саджи так это в корейских сериалах так называемых дарамах это самое саджи пьют как воду это вот знаете я все же например как в фильмах балабанова у нас ну да там тоже водка и зубы чистят да да и как в американских фильмах они тоже жухают вот этот вискарь и прочие штуки постоянные так начнем с саджи да с оригинальной оригинальнее вот саджи вообще что за напиток знаете нет смотрите давайте так давайте начнем с того что за идет какой какой самый популярный напиток в мире папа по потреблению вода нет по алкогольным и его его нет самый в 2022 году выявили собственно меня все записано чем достану и так контура пишет до статистика алкогольной продукции крепкий алкоголь употребляет 46 процентов пиво употреблять 30 процентов а вино 24 процента то есть ли это люди это дальше дальше запрещать вот популярные алкогольные напитки в 2020 году самый первый популярный напиток это виски дальше идет водка а дальше идет саджу интересно так это не совсем интересно интереснее будет дальше 4 это ром и 5 это бренди коньяк так но это 2023 год а два года назад самый популярный напиток в мире был саджу прикиньте вот такая статистика вы сами можете загуглить посмотреть да действительно так это я я переправлял перепри перепроверял много раз на разница и что он переправлял сидит там википедии переправили реально и и просто просто корейцы и мучат это солнцу просто сразу и они возможно переполнять при всем уважении корейцам их не так много но они умеют как бы они потребляют да то есть как бы они на работе пьют из начальника можешь выбить начальником можете пригласить на обед выпить а я расскажу вот и вечером заставить я может пойти давай начали давайте так мы тогда короче как-то раз мы давай нужно был в одном из близлежащих городов встречался с коллегами и среди них были корейцы и как-то зашел разговор про то как они ходят выпивать со своим боссом то есть это целый ритуал не побоюсь этого слова и что же меня удивило до бесконечности просто ну во первых естественно это такая азиатская культура и босс управляет процессом от и до вот но что меня больше всего поразило что ты как нежестоящий подчиненный выпивая должен отвернуться от своего начальника чтобы так сказать не пить ему в лицо но это не только начальник это вообще типа по возрасту для старшего вот но для меня это было как-то очень странно потому что ну вот для нас мало того если ты наливаешь старшему ты должен держать руку бутылку двумя руками либо же поддерживать одну закрывать этикеточку пачали закрывать этикеточку обязательно чтобы не видно было что наливаешь а если тебе старше наливает ты должен двумя руками держать стопочку ну кстати я уже ничего старше я бы хотел посмотреть что мне там наливает ну кстати мало ли может я не знаю там зарплата его не устраивает мы говорили про то что палочки как бы искали мышьяк в еде так возможно возможно это мое предположение что в азии конкретно в корее возможно чаще травили еду чем напитки то есть в отличие от средневековья люди какие где травили вино и типа нужно было показать что ты пьешь самому выпить там челкнуться вот это вот такой не корейки мышь я когда-то подожди корейцы тоже не дурочки далеко они что делали если мы с тобой пьем да я наливаю стопочки то ли мне потом мы меняемся стопочками и мы каждый раз меняемся стопочками у них есть такая история что постоянно меняется то есть как бы вот в этом как бы цимус что типа ты никого не обманываешь вы меняете стопками молотовой вот я с иммунитетом должна в порядке в до видео до видео же с колямбой обсуждал так историю тебе сейчас скажу спрошу как у тебя сариот когда например ты приходишь один в корейский ресторан и заказываешь себе бутылочку саджи тебя приносит да те приносят вот такую стопочку и саджи когда ты покупаешь себе пиво саджи где приносят бокал под пиво и две рюмки для чего у тебя два бокал под пиво две рюмки и вот так вот время пошло до отвечает мне просто интересно знаешь ли ты или нет честно не объясняю корейцы и такие корейцы они педанты и они любят мешать напиток саджи они вот чистом чистоком пьют и мешает успеем так вот смотри как делают они что делать чтобы отмерить правильно налить саджи они его наливают вот по эту крамочку рамку в рамку может по крамочку наливает потом доставляет бокал и дали это выливает сюда и доливает пиво вот по эту рюмочку и у них получается в бокале вот так вот налитый напиток где я вам на порцию пропорция то и сечение буквально да еще такая снова ты представляешь у них вся посуда во всей корейской империи какой-то момента должна была быть стандартизирована и она у них так до сих пор есть любом почему на юге выставляет рюмки таки да немножко вытянутые больше просто кит на пол литра еще просто же вообще на самом деле очень много всяко разных байк легенд и все такое и даже например как открывает есть очень много вставочки сейчас делаю несколько вставок чтобы посмотрели как открывать как они там изощряется как то там вот это вот вот так а вот вот это все еще не бывает перед тем как перед тем как да надо взболтать так что получился у тебя воронка была не получилось у них самое главное самое первое что не делали на 6 потом на 3 потом на 6 на 12 догнат о красотарке какая делаги они даже сделали свою как так вот ладно давайте что нам это дает даскать в разрезе ничего она не газированная они просто взбалтывают таким образом и капитал опять же может это такой я не знаю бесов изгоняют из нее нет это просто как будет вариант один из варианта перед тем как открыть они вот типа ее трясут показывает что не попратится это красиво дальше потом они что делать они у красиво открывает после этого вот так вот как-то хитро открывать и в качестве дуги они чую вот облакоток стукать тоже надо так ладно шампанское сабли мы кажется не перейдем никогда давайте понимаешь и так не шампанское сабли это это гусарство оригинальный саджу 20 градусов 21 градусов пробовал да погнали 1 1 открывал и гриста ножом и и ну вот так вот прям знаешь как когда-то забороле три бутылки это как отрывает верхнюю часть куда я понимаю нормально с первого раза но это там чисто физика там нужно поэтому по шву я понимаю открывается бутылка всегда железочка остается да кстати и это тоже есть у них какая-то есть игра такая столешие то есть это вы берёшь и прокручиваешь я дуешь соседу соседу выбрать ручек нам на ком на ком сломалась тот типа короче проиграл кирком всех везет на машине или платит за саджу итак начинаем дегустировать оригинальный 20-градусный так стоп они закусывают да и они очень любят у них саджу очень любят с супом специально у них даже если на специально название название так сказать сочетание блюд курица и саджу суп и саджу там еще что-то и саджу винхам они прям есть реальное название для этих ну типа да вот таких вещей наш вариант да 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 так поэтому будем загружить паштетиком я до сих пор топли капец так давай не заболел а еще они когда чокаются они там говорят еще до дна пить до дна называется по-корейски пить до дна а я подскажу гамбе 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 однозначно гамбе ну давайте попробуем как это пьется пахнет водкой и на вкус то прямо чувствуется водки напиток вернее немножко вкус водки есть но он такой слабый ну то есть типа его не хочется пить постоянно но и он не сильно противный как бы пить выпить можно и я никогда бы не подумал а так сказать постоянные зрители знают что вот кто я ненавижу чтобы не водки в ней не хватает какой вкусный бутерброд бутерброд отлично бомбически вообще капец ребят дата истории то нет с майонезным соусом каким-то это прям очень вкусно очень слышно кроме шуток вот ты от нее ждешь чего-то они и потом и так она вот прям какая-то такой наливки разбавляться просто вот еще пополам ну да это очень странный напиток я вам хочу сказать ну один из самых популярных между прочим любят их народ так давайте продолжать всякое странное мы пока это отставим если что мы потом к нему вернемся обязательно так а теперь следующий да вот этот давай нет белый да это другая саджу называется бомбейки сапфир джинро из бэк типа джинро компания джинро вообще на самом деле это довольно таки крупный производитель саджу в корее они прям производят там очень много да и соответственно конечно вот и соответственно возможно они наверно когда-то уходили с рынка раз они вернулись джинро из бэк возможно это как другая этикетка выглядит как минералка на самом деле бутылка да чуть может в этом и суть 16 половина градусов что ты такой идешь на работу или спортом занимаешься и здесь также работает прям на дорожке беговой да такой все и никто тебе вот так вот слов не скажет докрутилась у меня ну ладно я просто пера сочек и раз вы посмотрите на него иначе чуть как не делают магист ладно потом покажу пока еще раны палки рюмки на них там по-разному там нет так сам себе кстати не наливает они но на самом деле как как это когда мы все еще не к нет просто интересно как вот например я от разливаю вам культурно ампроприацию нынче порицают а потом как бы передаю бутылку ты не наливаешь получается а как же руку не много бутылок и каждый заливает каждый сам себе нельзя наливать все наливаю заранее ты наливаешь всем кроме себя тебе кто-то наливает потом передает рука да 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 не знаю 16 градусов пробуем он тоже без всего он просто да тоже оригинальные кольцо я заброшу что-нибудь пожалуйста ну да конечно вообще кайф паштет огонь очень хочет очень все давайте за понимание до гамби как я уже сказал а может да все правильно путаюсь мало ли надо прям вообще вода даже немножко сладковатая мне кажется ну там есть прям где-то очень далеко далеко где-то стояла водка что-то где-то да возле метро на нее водка надышала вот прям так это и было но где беговой дорожки самое то почему для беговой дорожки ладно а типа ты такой пришел на спорт да да а сам такой такой спортивный да пока кардио хорошо отставляем следующий давайте так у нас еще будет много еды нам надо что-то делать с этим да с едой ну типа мы да должны что-то дальше пробовать давайте попробуем не знаю еще чего-нибудь что еще мы готовы к лапше следующий следующий лапша который еще более острая нет я хочу показать что как можно сделать не острую лапшу рамен как можно сделать рамен давайте так сейчас мы немножко здесь ops и все изменится а посмотрите как получилось у нас до магия монтажа называется куда она взялась так вот смотрите мы водичку поставили все закипаетесь уже дальше мы чтобы вот такая прекрасная лапшичка наруто наруто это круто да абсолютно точно открывать тоже открывать сейчас я вам покажу все я сейчас покажу и расскажу что можно не просто заварить лапшу вот так вот водичкой а можно сделать прекрасный рамен очень вкусный не открывается вовы мелкая моторика он со сломал вручке а это где-то не не самое острое что у нас вообще это вообще не остро и вообще не остро и вообще не остро и зачем подожди я расскажу сейчас смотри мы открываем достаем просто этот лапшичку мы берем мы не будем три просто можно забыть имся на самом деле так вот я об так и вторую туда об пока пока что я вот так вот все при этого и чтобы она все это дальше что надо чтобы все это начало кипеть и покипеть оно должно минуты четыре максимум шесть а мы за это время приготовим вкуснейшую штуку смотрите смотрите на меня делать как я это соус держи по яичку яички яйцо куриное одна штука да мы берем так вот вилочка его об разбиваем и вот так вот выкладываем это же на можно положить не нужно вот достать и конечно же так смотрите дальше что мы делаем берем майонез майонез отличный вот этот самый вкусный майонез в мире вообще да да я присоединюсь потом мы берем ее так вот немножечко себе нафигачиваем примерно вот так на 8 делаешь взрос что ты пальцем это делают блин она плавает с крупа зараза до за ее мешаем так дальше значит нету я ради этого собрала и брать надо так что просто мази конечно вот так вот например на мазика можно сделаю не хорошо как вкусный давай уже хватит да потом мы берем вот так вот закрываем берем будут штучки высыпаем тебе вот эти вот эти вот так вот оп я так немножко тару и ну так как мы 2 варим да здесь три ятик себе немножко так тын-тын-тын на тебе что это вываливать туда этот открываешь я хочу знать веришь открываешь она бывает не что плачево интернет что у меня здесь унижали так вот я забрал молоко туда давай лог давай пищевой пиратство и начинаем начинаем вот так вот красивенько размешивать все хорошенько на размешать немножечко размешали лапшичку у нас уже сколько кипит две-три минутки кто-то там сейчас по таймеру посмотреть я не знаю я не в общем на все перемешать хорошенько перемешиваем так вот рука на это конечно так дальше какую-то кругу себе набила многие годы тренировок у меня с комочками армия с комочками так что у тебя с комочками получится так берешь вот так взял и шала превращается комочки превращается уже погнал мне еще тренироваться и тренироваться оказывается вот так смотрите пару-тройку минут прошло бульончик уже нас образовался от от этих вот до штучек смотри мы так вот немножко еще помешаем потом возьмем так вот вот так вот оп бульон добавим сюда мешаем он все эти рецепты просто выдумывают на ходу конечно специальные выдуманные рецепты на ходу раздел себе книгу рецептов на ходу на ходу и по ходу размешиваем сейчас там яичко будет свариваться как раз таки в нашем этом если вдруг вы боялись сальминьоза все нормально не бойтесь как мы саджу потом запьем тем более да так смотрите все хорошо мы уже и в принципе у вас получился уже бульон бульон довольно таки вкусный он будет сейчас на самом деле а дальше самое трудозатратное блюдо за последние четыре года мне кажется что мешаешь я мое все ребята ребята смотрите аккуратно мы давайте вашу чашечку сезам попал сейчас я не знаю почему смотри мы берем вот так вот лапшичку достаем и так вот красота ткака так у тебя еще об лепота блин я никими шприцами ну ладно в общем что порезами да так так мастер джинайд давай лапшичка ты знаешь что в аниме наруто собственно любимое блюдо главного героя конечно ты знаешь сколько раз они его доведят в любом аниме не далеко не в любом они там на самом деле очень много едят наруто знаешь об этом до клеточку можно выключить перемешивать и можно кушать все будет вкусно точно конечно все перемешайте главное выглядит как вот тот самый молочный суп с макаронами вот я тоже самое сейчас холодный такой с пенкой сверху смотрите какая красота получилась у нас надо перемешать все хорошенечко хорошо вас перемешать все что что начинаем пробовать ты первый все вилочками чё а где ваши палки ну раз смешивали вилочками они так и остались тут а забыл подождите не проснул на даже подсыпать эти штуки было нормально нормально вот эти штуки просто забыл подсыпать они просто лишь отдельно идут обычно же они тут все вместе так вот лучочек лучочек вот уже хотя бы краски какие-то конечно конечно и вот эту штучку а это что это нори это нори так а так как ну ладно я просто возьму все нори это тоже нормальная тема вы можете также любую роман сделаю вот такой штучкой или рамен рамен или рамен или рамен я не знаю вот так вот я даже не пытаюсь разломать что уникальный случай все и получилась отличная еда кстати мне кажется стране нет вообще мне показалось как будто бы итак передайте мне бутылочку который на вот желтую а вот это вот вот это ядреную да есть еще вот такой вот саджи 24 градуса это самое большое которое у нас есть да как часов в сутках совпадение не получается у меня потому что ты предыдущий делал по 12 часов на циферблату а это 24 по 24 часов он надел никого вот так вот как как они как бля вас не зали тут все ладно и в судно они очень любят кстати корейцы очень любят суп саджи конечно тоже саджи по вкусу вода ну что давайте выпьем и заценил ты просто есть стал один давайте попробуем теперь давайте так за искусство за саджи желтую вообще ничем не пахнет это кстати мягче хотя она больше всего по градусам характер есть а просто в этом она менее гадкая это просто меняешь дело в том что мне кажется когда с каждой с каждой ремочкой ты начинаешь проникаться к сажу все больше и больше у нее действительно есть какую-то характер что ли да правильно я вот соглашусь там хотя бы что-то чувствуется предыдущие они очень четко у меня по крайней мере вот прямо расслаивались на два вкуса вода и водка вода и водка да и ты такой здесь он здесь водка водка но как ее еще на зоне же ну хорошо так ух ну на мне кажется следующие снеки уже какие-то открывать да вот и опять у нас продолжение нашего банкета что вы трезвенький вред время капустки как-то по капу захотелось по капустке есть у нас вот такая прекрасная кимчи продается это острые кимчи видеть есть специальный кимчи бывает прям действительно одна из трех но это для вас не острыми может быть острая нас еще одна какая-то кимчи есть да давай мы сразу же ее прям сюда определим примут да вегетарианская кимчи а это цельная это порезанная кусочка видимо это цельная и чем в разные будем или прям в одном прям положим что он будет как я бы попробую конечно цельное если есть острое хорошо давайте попробуем так но остро это остро опять же будут острое куда не будет острое добавить надо отрезать будет приятнее чем мотор и симпатично тебе когда спасибо смотрите какая история внутри запахло то как кимчой прям до внутри есть сзади пакетик специальные внутри который он делает поглощать даун типа нельзя его есть донат и пищи не употреблять между прочим по-русски написано тоже прикинь то есть от шоке нельзя есть обман кругом обман нет на специальных а там и влага если как таком поглощает влагу потому что он не влагу поглощает все а что поглощает злых духов бесов изгоняет из капусты давайте проверим наверняка все зло этого мира так сюда убираем туда ну-ка давай накапай на микрофон мой микрофон хочу и капу вкусно ну вообще не острая как он не острая а нет набрал мне ну правда догонять догонять я маленький кусочек попробую я потому что нет я маленький кусочек попробую на миску сосал да как мне избавиться от текет ладно я вот так вот текет этот что-то по-корейски давай назначить давай хап да не не там ничего страшного ну прекрасная кимчи да да хорошая кимчи прям кстати ребят я на своем канале делал кимчи она принципе такого же прямо так если вдруг вы не хотите покупать можете вот здесь вот ссылочка на мой рецепт вы кстати прийти посреди там насколько и много заморочек чтобы сделать кимчи надо по факту по факту на будет действительно очень много заморочиться а вот тут а тут можно принципе спокойненько купил и не заморочек уже есть и готово я предлагаю под кимчи на кимчить да да немного чуть сладенького да почему сладенького персик а у нас оригинальная закончилась уже мы приступаем теперь а не ранее нет 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 есть еще оригинальные хорошо у нас есть фреш 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 через сумме сутки миссу что такое мясу не знаю мужика так зовут что такое апельсиновый фреш я знаю что такой чинесу фреш нет вот так вот это выглядит чинесу фреш звучит как 17 градусов 1727 на реках я чами су арабская абсолютно 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 чинесу я каждый раз буду трясти до как у всех вот реально как тогда знаешь как ну посмотри на конструкцию этой пробочки ну почему все ну потому что нам специально вот она вот что ты магию убиваешь с тобой невозможно играть что в него ворса нет магии вот это для несовершеннолетних поставь туда вот это будет сейчас а для совершеннолетних есть на держи я просто не в материале и так я предлагаю сразу намотать презирал людей которые вот это вот все говорят я не в ресурсе не в моменте такую я не в материале и откуда это вообще берется я сам собой разговариваю понимаешь хочу как раз проперла его то а ты будешь помнишь было девять будка гласности вот люди приходили и разговаривали чами су фрэш фрэш свеженький должен быть ледяная самую наверное блин прикольно и к сладки мне кажется сладкий я не сказал что сладкий ты показал что сладкий ну вот что-то случилось на что там подожди на что-то напоминает вот еще по одной а кстати корейцы так и делают они прямо иногда прямо отказать прямо тут вот так венчивает 2 как что-то вспомнишь напоминает лишь у тебя будет вертеть на языке но ты не сможешь помнить думаю что она и к лучшему давайте скорее уже и следующую начиньте вот перед этим этот лот какой негабисть это корейская маринованная редь кстати он такой красиво нарядная довольно вообще вот они слышу уже столько времени на ряда тоже я тоже не сошел кимчи так бы поражет уже говорил что пробовал нет я кимчи да возьмите речку скоро дойдет что за брюку драться на давайте-ка мы вот так вот прям сцеплю просто тут максимально это сейчас вот не а значит если еще похоже на патчи для глаза ну нормально выглядит хорошо при класс давайте пробовать аппетитные давайте пробовать аккуратненько там приставьте тогда вопрос почему не так кара маринованная граника смотрите что-то не были вкуснее ну кстати выглядит неплохо как картоха слишком много ассоциаций и образные пышления я бы даже сказал что третька груша например но он тоже самое мне кажется вкусно мне нравится текстура вот это хрустящий может так сесть вечерком пачку порой и упороться мне кажется там даже как будто манга отдает да и она вот прям вкусненько прям дешевая альтернатива манга у вас нету манга да мясо редька очень классно правильно замаринованная редька заменяет все на свете маринованная редька классная тема да прям в целом да отлично интересно надо выпить штука мне нравится за такую редьку надо выпить дурить это же редька блин так давайте перейдем к следующим а давай наверно также мы тебе напитки сюда переставим которые мы не пили а у тебя будет те которые мы еще не допили ну чтобы мы не путались на чтобы тебя были уже начнут на убрать байонез початые бутылки все коля здесь объект какие-то лямбах собирать это все колямбах корейцы пьют кстати саджи успел может быть мы тоже попробуем саджи успех мы вроде там и пиво так припевая они прямо туда они зачисток у них есть эти такой напиток называется называется блин я забыл как ну короче у них есть саджи в пиве а есть пиво и лошаджи это это когда например бокал саджи и рюмка туда окунается саджи либо же наоборот наливает саджи столько и и маленькую рюмочку пиво глубинная бомба да вообще-то у нас называется ёшки ну да давайте начнем дегустацию продолжим дегустацию вообще мы так культурно выбиваем и мне нравится что мы это вуалируем за дегустацию конечно ради эту весь этот канал он создан первым моментом персиковая саджи персик спиртовой напиток саджи розы джинра со вкусом персика а так вот размотается и так вообще нормально мозги там компенсировать она какой не трясет корейская технологии как и не трясет на кредит открывается все одна не не осталось у нас будет в россии какой колечко из осталось вы понимаешь у них все вот так потому что интересную с душой ну кстати вот кстати по поводу саджи это многое объясняет абсолютно смотри какая история мы перешли так как раз таки к саджи которые с фруктовыми так сказать вкусами запах пошел что значит фруктовые вкусы вообще и кстати вообще изначально давайте расскажу такую историю да вот саджи раньше было от 13 до 40 градусов до 45 даже градусов но корейское правительство это единственная история которые вернее не единственная нот корейская прица в общем регулирует спиртовые напитки саджи спирт то есть какие-то года больше все меньше и с каждым годом и она регулируется меньше и меньше потому что саджи входит в обиход корейские корейцы его пьют на работе после работы вместо работы в общем всегда и соответственно что пьяным нибудь правительство серии меньше это алкоголь у них чтобы можно может не пить нельзя это к это так сказать национальная история вообще саджи в 1300 году монголы пришли с войной на корею и привезли с собой так скорее вообще тогда знатно покрали селях и историю дистилляции с собой так сказать привезли они дистилляции на самом деле у арабов еще узнали да и поэтому как бы раньше не было рисовое вино у корейцев а потом они начали перегонять дистиллят и получился от саджи на самом деле вот а потом когда уже в наши года так сказать да люди не захотели пить простое саджи хотя старики так продолжает в корее пить только такое не пьют и не персиковая не гранатова никакой они пьют конкретно оригинальное а молодежь захотела вкусненького соответственно как бы и все вот эти запахи которые мы чувствуем они все натуральные корейцы очень сильно заморочились для того чтобы саджи напитки были только натуральные ароматизации прикиньте как они заморочились посмотрим как они заморочились но пахнет кстати вкусно яблоком пахнет и тиллы да да раньше ровный из пищевого сырья вода питьевая вот вот исправленность и руководитель ароматизатор персик вот кстати раньше саджи делали из из риса и пшена но опять же таки корейское правительство сказала ребята вы слишком много пьете и потребляете пшена много на эту тему поэтому как бы давайте-ка вы будете или меньше есть нет она просто запретила делать из пшеницы и вере из зерновых да и начал делать из картофеля и не по таки а как-то называется и сладкого там чего-то там не тапиоки тапиоки из тапиоки не первый раз от слов жизнь пригодилась да потом они решили что можно просто спирт разбавлять нормально получается и да и теперь как бы не просто разбавляется передавали на ученые напиток с 1300 года на самом деле ну за историю давайте попробуем да со вкусом персика персика не пахнет даже персиком ничего не скажу ну вот таким можно накидаться вообще легко абсолютно прям такой прям да он такой нежненький версии не замечаешь петиков вкус и алкоголь ну он прям на язычке где-то там просто он такой типа что он вроде есть но даже мне кажется вперед в этом гораздо больше чувствуется алкоголь чем в этом напитке вот эта штука она на самом деле очень гадкой коварная она не гадкая вкусно но коварная то есть типа бутылку 2 3 ты уберешь легко и даже может больше а потом я наверно автогеном срежет просто похоже на то но гречка не подойдет под закуску не да поэтому предлагаю нам нужны кимчи 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 или что давай давай паштет давай паштет давай паштетная капуста давай паштет конечно мне он мне предыдущий понравился очень сильно очень а это такой же по моему нет не а тот был с мазиком этот видимо без мазиком читай натуральные рыбные консервы стерилизован вот как это вот это вот у нас звучит очень не аппетитно сразу вот любые наши короли такой берешь и прям вот но в концовке тунец желтоперый консервированный салатный давай открываем а тот же тоже был желтоперый консервирует может быть увесиком может есть какой какой это просто нет полосатый консервированный в овощном бульоне мы в масле это салатные называется салат на этот бульон а тут более давайте сейчас салатный а потом бульончиком сверху полирнем открывающий сак об носить такой же как и прошлый да что выглядит все прям красиво давайте на хлебушек по ухаживаю будьте любезны пахнет классно запах прям такой ну консерв консистенция зари какая хорошая он прям такой выглядит он чао замечательный кончал ничего не могу сказать прямо вот хорошо и красиво пожалуйста так очень классно очень садите какой прям да он приносивенький попробуем и скажем тот был вкуснее или нет 1 мы выдохнул как будто в лесе да вкуснее тот был этот немножко суши да он по суше как будто послаще тоже вкусный блин кайф кайфово вкусный ну может быть его в салат просто добавлять они так на хлеб мало мне кажется и вот прям салатный или какой салат написано на вот почти ты просто мое почтение вообще не классно так у нас еще такая штука в роли не значит здесь был краж это паста зубная hot пеппер паста уксусная паста с перцем надо попробовать пока у нас рецепторы перцовая паста с уксусом пока у нас рецепты еще не забиты давайте нифига как вы открывается да издалека она все откроет и вот это вот черная пятерка она прям нифига поэтому просто останется нет все хлебушек да я я если честно очку это славит и сто раз так делал так я тебе отрежу хлебушка вот так прям маленький кусочек чтобы удобно попробовать это пробовать чем по должно быть супер остро вот я кричу тебе внутри куда ты мажешь то подожди ты попробуй а потом посмотрим да нет он такой большой не бывает острая обычно с самого маленького нет в кармане волосы не просто у меня было очень да не пахнет перчиком нет ничего там нету ничего не не вкусно ну или нету вкусненький сусочек он просто давай устроил совершенно да все попробуем даже если б я заломался все он даже близко он ушла остроте примерно как то тут как черный да я что-то вот прям или перепугу перепугался зря абсолютно ну кстати вот тоже отбой есть этот уксусный такой небольшой привкус это прикольно с мясом мне кажется будет просто идеально он с мясом хорошо есть его хорошо при готовке из больни острый кстати да там прям уже не нравится что очень сочинение там это даже эта сладость и тут же соль на острота какая-то вот у корейцев не что вкусно что они вот любят смешивать этот соленое со сладким и дын дын и получается когда история вкусный прикольно мне вот это больше понравилось за счет того что в нем вкуса больше это тоже насыщенно очень мне нравится туда тут прям для меня островатый просто а вот этот прям мне понравилось вообще отлично у нас осталось второе вид пиво давай мы его правда пожалуйста перед этим реквизит и так сейчас вне драфт оригинал клауд у нас три баны премиум квалити так оригинал гравити типа да типа четыре с половиной между градусом такая баночка красивая синие синие как мы скоро будем да нет я думаю но подождите у нас еще сколько не допито ты поспел его видел вот туда надо стремиться поспел поспел так ну кстати пела немножко другая кстати а вот в корее у них очень ценится чтобы напитки все были пены никогда делают как пиво 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 пенистое пенис и вот собственно как бы они все время очень любят они когда-то наливают так вот с пеной он горит срезали какая пенсия какая пена классная то есть реально у них там есть фичиш вот по поводу пены в напитках просто берешь банку приворачиваешь стакан из третьей банки можно четыре стакана пена на поэтому они добавляют туда сольжу спрайта и пьют и такие ништяк у меня такое ощущение что им там чуть не хватает чего у них нормально все они знаю каждый вечер мы кастер ну просто ну вот вот что вот это вот чтобы побыстрее его убраться поэтому они делают его мало мало алкогольным чтобы ты мог каждый целый вечер у нас бруски полчаса и домой домой ну так на мороз и только потом ты смотришь там эти все видео из кореи там пятница вечер они там все таки да там каждый вечер тогда можно вечером встретить на улице людей в костюмах можно встретить вечером трезвых нельзя нельзя корея в этом плане трезвый на улицах вообще вечером это отвратить в пять центом любой вечер мне нравится этого про можно я про трезвых пятницу вечером ну и бюкс эти нормальный пиво кстати такой же мягкая как и предмешивая очень да вот это что мне кажется попивее 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 пиво пиво нет ну правда правда предыдущая оно было какое-то слишком вот уж очень такое нейтральное нейтральное всем угодить да а вот это прям как фруктовый кефир у нас еще шримп уход спайси давай а что они какие-то странные формы не знаю я боюсь уже надрывать да я сам боюсь пахнет прям остро или нет нет душистая креветками креветками пахнет как кошачий корм креветками а на вкус а на вкус вкусно кстати прикольные чипсы но на вкус это лучше чем кошачий корм палечки сейчас а чё да кто не пробовал кошачий корм я сдурили что ты держал кошачий корм конечно ну мне интересно было ты читаешь состав этого корма ты понюхал и ты понимаешь что всю жизнь ты ешь какую-то такую шляпу мягко говоря по сравнению с тем что я свой код а ты какой ел кошачий корм сухой или мягкий сухой а мягким чунил почему получилось потому что когда я купил не ветеринар говорит ты давай определись или тудой или сюдой или мягкий или сухой заставлял еще есть мягкий или сухой я не знаю ну вот тут мне вот так вот сказали собственно прожила она достаточно долго 15 лет вот видимо работает схема нет этих классный но они вообще не да ну абсолютно нет там есть как бы ничего там нет и тебя в том плане что как бы если бы они были совсем не под я бы ты бы не чувствовал что там есть чего-то из паприка серьезно ну не паприка сладкая а это все-таки перец и эти слова другом обман нравится классным она кстати нет просто я херачи сижу а вы по одной набери себе стакан и нафига подряд штук 10 не поймешь прочь и речь не знамя версты нас обманывает давай 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 давайте участвует прям а мы пока следующий откроем к 3 6 давай 9 методичных игрок 10 нет мы зачем исследование дегустация конечно это не для того чтобы здесь мне нравится офигенский их чувствуется вот сейчас вот ты пожевал здесь чувствуется что есть ну перец вообще нет короче накопительный эффект тут не работает да как не работает все работает с 3 часа опыта но чувствую что есть рубеже бетла не разбирается на смысле не то что как первая лапша как бы там первая лапша это как первая любовь горячая но бестолковая ну чё давай а или нет вы же скажи хоть чего-нибудь вы же первая любовь конечно не одно слушай давай да это не остро креветка здесь где-то угадывается мы хочу на прям хорошо чувствуется не хорошо не знаю со вкусом печенье не знаю мне не понравится вся новая ла практически ладно это знаете вот если ювелейные печенье вымочить в слива 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 ваш медках от креветок вот вы сварили такие съели почистили положили на утро взяли дегустируем сливу сливай сливу все это миш по булькам наливать конечно я же могу наливать в кармане прям в карман наливать карман потом когда я начался в школе у нас был выпускной он был на теплоходике и нужно было как-то доставить на теплоход алкоголь короче мы не нашли ничего были друзья дайвера нет на самом деле мы взяли пакетики такие которые типа ног запаиваются и к ноге на ли молодой налили в них акуст абсент запаяли их и ширинку расстегнули засунули туда эти пакет и застегнули и пошли собственно на выпускной потом ходили в туалет доставали пакетик каждого кормили мы мы доставали и прямо из пакет а то такой типа а почему мы это просто в карманах все проносили и вообще не парились на всякий случай а это ж не водка интерпол не сцапал я понимаю давайте это гоняли на выпускном в лес как бы блин типа ну костер еще такое и училка тащила водяру культурный последний звон и она тоже она и видно ну что вышло классно пахнет вообще прям а чем это пахнет слива слива вообще кайф слива мне кажется это вот офигенский напиток вот чисто чтобы долгое время ты можешь выпивать и не пенить слушайте давайте так вот с этими всеми привкусами но они такие ему точно они немножко химозненько но они не супер химозные нервы неприятные очень приятный вал я гораздо хуже всякая то есть на уровне там фанта она вот прям химозная наглухо это нет и здесь определенно можно для себя выбрать какие-то которые тебе нравятся заверните всего желтым да мне мне нравится вот как бы автор к обед и ужин на самом деле мне и оригинальная понравилась именно тем что просто вот вот так вот мягкая которая не вот и желтая да она не мягкая она самая ядреная когда если она пьется хорошо добьется очень хорошо да вот она прям она понравилась у нее заметь какой-то желтый цвет как и редьки вот и вот юрий из редьки ее закусывать и редькой надо вот обратите внимание у майонеза желтая крышечка то есть еще и мазиком сверху конечно берешь рюмку туда мазика такой ходыщ и редькой закусил вообще и такой и соджу запил так погнали дальше у нас еще закуски давай вот этот пеницы извините я по-другому даже назвать кальмар чеки это кальмар чеки реально это не член от кальмар чеки чипси с кальмаром вырежем же пожалуйста нет пожалуйста как это вырежем как-как вот но хочешь я смонтирую это уже вырезал тебе царе какие прикольные да класс они прям же вон ищем таки прям бери кальмара за щупальцу игра кальмара воздушные вот это печенье можно пород замыла нет попробуй я как-то не сладковатый где попробовал мне что нет не воздушный прикольно дегустатора ответ не знаю не нравится они сладкие они сладкие они вот какие-то воздушные слишком какие тут там кальмар нарисован ну что не знаю они они должны быть кальмарные они сладкие маслица какой-то на кальмар ну нет я вот такой не покупал я пока на первое место луковые кольца луковые кольца да мне нравится согласен нори хорошо мне нравится 0 0 это нори да тут ничего не попишешь но прям да здорово так давайте знаете сделаем давайте мы давайте хлеб уже чтобы он не мешал мать его да мы туда тунец полосатый консервированный в овощном бульоне и масле вот интересно давай смотреть ой а тут совсем другая тема охуа другой календаре даже сказал а как это кушка берешь ложечку берешь кусочек хлебушка а где еще одна головная берешь кусочек хлебушка туда это все да и по очереди давай на и внутрь и внутрь ну-ка а это прям ложка просто есть не прослушка есть мы должны просто ложкой опса веслом вот это похоже на кашечку ну нет ну слушай это похоже на салат просто прям отдельно мне кажется нет он на хлебе будет прям да отлично мне кажется он просто мокрый для хлеба шум тебя ладно растает давай теперь ты ну выглядит прикольно да аккуратно мне кажется на мне да я не настаиваю его можно ли так мне кажется мне кажется давай пробуй как отлично тут кукурузка есть горошек какая-то еще история беленькая не знаю что такое беленькая опарыши собственно саку он такой-то блин таких баночек меня штук пять прям больше мы не съесть прям вот так вот прям не вкусненькая штучка причем действительно такой очень универсальный хочешь тебя на бутерброде хочешь действительно в прикуску можно куда-то как гарнир наверное добавить блин вообще класс вот то что вот в баночках сегодня было это прям на топ да баночки этот победа если что они маленькие хотелось бы тут банку чтобы она была банка литровый прям банка была но вкусно я куда тушенка такой высокой банда с красной коровы стоило 49 рублей да так приступаем к следующему номеру наша программа да так ребят очки ну что мы уже в экваторе так сказать да все что попробуем нормально все идет все хорошо у нас еще несколько бутылочек саджи попробовать и я крышу то вы должен быть вкусный наверняка да но я предлагаю так у нас еще пивасик еще есть мы все вы не допили пиво нам нужно будет его сделать как раз таки ерш так сказать да называемый что значит ерш у меня здесь есть записанные начнем сначала ерш это рыба или нет или не только а чем отличается ерш от ежа есть ешь есть ерш 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 но один живет на берегу у него ножки он прикольно делаю второе он в воде и когда он тоже может делать и неприятные во всех отношениях итак смотрите какая история шипастый но есть миленький есть напиток называется самок-самок-самок-самок как он только из двух слов сом и 1 первое слово это саджи и а второе а второе мэк это мэк джу мэк джу это что-то значит типа напиток возможно напишите в комментариях если вы знаете в общем короче я предлагаю сделать самок кухонная лингвистика что же значит джу так ладно шутки в стороны я понял не почему ты можешь шутить дальше мы просто не будем смеяться так так я думал ты просто нальешь вот нет подожди да это пожалуйста это для слова так вот это всем да это похоже на однажды совершенную мною ошибку почему потому что когда-то слышал вот это вот там типа уха с водкой и мне вот как-то принесли просто тарелочку ухи и туда водку или 100 водки и такой он он не правильно они правильно все сделано водку добавляет на этапе приготовления они на этапе поедания где же ты был василий 20 лет назад гамбе а вот так вот одна конечно ну прям до дна хочу делать корейские традиции а ты не хочешь попробовать вот опять же возвращаясь к моим чувству корейским коллегам блин а вкусно они сказали что вот так попробуй может быть спровоцировано только или старшим или только если вы совсем школьники какие-то в смысле вы может нас на братишь вообще по генчатам боюсь потому что может по братали не пробу я же старше я вам и говорю давай мать давай а ты еще кстати должен сидеть дальше всех от двери напротив двери должен сидеть или а вдруг продует напротив двери я не сказали чтобы я видел кто заходил из гостей чтобы я не скажешь тут дальше всех от двери но опять же возможности от сложности перевода возможности это сложности хорошая штука им качество вкусно кстати оригинальный саджи и от пивасик прикольно пьется мне понравился а там просто ты его не чувствуешь и все это чувствуешь прям в другой соседжусь еще другой вкус совсем стал он не стал пивом и стал напитком каким-то меньше газированности стало у него не убила стоит восьмой час просто конечно да ну конечно пивас уже ухлестнули нормально ну конечно только солнце такое за окном не чувствуется вкусно то чуде фонарь за окном моргает сынок ты пятый день сидишь так короче давайте его пока добиваете а мы перейдем к следующим закусочкам это вот вот такие вот топ-ток-поки-ток-поки-ток-поки их очень много видов очень много вкусов что это такое это вообще рисовые такие палочки рисовые палочки которые с разными соусами они готовятся при помощи добавления воды и микроволновку на дверь на три минуты зависимости от того какая у вас микроволновка если у вас микроволновка 700 ватт то на три минутки если у вас на 1000 ватт то на 2 там это все токами фуко приготовляется микроволновки и спокойненько немножечко как только остынет можно кушать и в принципе я думаю что мы как раз таки это и проверим сейчас насколько это вкусно хорошо питательно и как-то либо еще до токов фуко есть ну вот кстати не факт что это правда но интернет молвит что микроволновку изобрел человек фамилии грей нахер я не удивлюсь если правда я могу что-то ждать что микроволновку явно изобрел человек так уверен у меня соусом черной фасоли черная фасоль черный вдовы у тебя рисовые палочки покажи какая сливочным соусом то кстати вот это может быть даже и не задержана пока хорошо выглядит как будто бы типа сырная но нет там лук это лук и сливочное масло ну распакую теперь мою у меня чесночело с чем давайте стерияки чесночело чеснок стерияки звучит очень хорошо я прям мне кажется с чесноком чеснок стерияки это примерно как кичунес ну я бы не можно вообще все съесть я бы вот так вот категорично не говорил бы потому что все-таки кичунес это попрошу но так вот на обед не кипа печенес или горчунес ну чё ты начинаешь окрошка на кефире или на квасе на тюрьме этот вопрос есть один ответ на пиве так на кефире камон но нет ну и дальше все производства давайте сейчас будет в комментариях холева давайте вернемся подожди ты кому это все интересно если есть окрошка окрошку я например на что делаю кефир туда майонезе к немножко кваса и сметанки сверху он просто бараба и все никто не спорит все жрут за обе щеки ютубная душонка такая вот всем угодить вот это нет я сам очередной смотри какая тема тоже палки они твердые и твердые твердый твердый у меня вот так прям по-русски практически у меня вот так же сетей беси открываем а это вот из риса да как только когда они на дебель выйдут извините смотрите здесь такая еще и стучка и вот такая пачка большая ну принципе нет ну конечно наверно на обед это не тянет может быть может быть может быть дальше мы берем насыпаем до этого порошка пахнет куриным кубиком подождите магии но он сливочная сливочный курильник прям да дай мне ножницы просто прессованный риск а ты прям сразу начал кушать нормально молодец ну а че конечно ты во мне жив нет это что происходит жив ну да не дух исследователя чем у тебя пахнет чем ты пахнешь он просто так вдохнул что мне кажется там половина порошка влетела а это знаешь привычки клубные вот это ты нормально так типа успеть так это нас прятать как мне однажды сказали ох вы слишком торопитесь жить ну пока это выглядит не очень посмотрите а у меня неплохо у тебя дальше что как будто что-то засыпали залой главное что пахнет кстати вкусно я ничего не могу сказать у тебя пахнет ну гарликом гарликом чеснок с тиреяки что ты уже все готов ты налил туда воду а че над воду еще литим да так а где наш чайник вот чайник оп давайте нальем воды пожарничал пожарничал я что-то вспомнил свое детство а сколько 100 миллиграмм как налить 100 миллиграмм сколько нас в рюмке 100 нет полтинник что 100 написано 100 даже корейцы они же должны были придумать какое-то деление а вот там смотри там есть ободочек наливай по ободочкам да не мари чего ты чё 50 грамм я вам говорю наливай по ободочкам написано ты чё по ободочку я буду плавать так а у тебя тут написано смотри сколько у тебя съема занимает так сказать продукт все грамм поступки нет тут описано налейте холода линии внутри линии на внутренней части стакана погнали понимаете да ну это писать грамм блин это поливанул ровно 50 грамм ну все 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 довольны налито до линии накроет занюхает при этом занюхнул вашего этого вот этого вот веселье бобов черный так надо теперь помешать помешает его бьют так закрывать их не надо ну в микроволновке мало чуна закрывать то что она может дожди что и там прям выдохнуть это зале и поставить микроволновку да то есть ты мне не доверяешь да мы садика получилось вообще не очень посмотрите как получилось прям такая жижица такая вот штуковина погнали короче все это дело микроволновку сейчас мы определим на три минутки и вернемся вот и прошло буквально две-три минуты микроволновки взорить что получилось у нас вот такие вот горячие штуки штуки рисовые да сейчас я брюки их перемешаем и перемешаю такой там и так риска ска простить так я уже попробовать со очень вкусно ням-ням-ням так давай другу давайте какой будем первых давайте первых это попробуем давай каждому по одной а потом мы будем меняться передавать ты думаешь так будет лучше мы так не поймем у кого чё мы все поймем потому что у нас написано я считаю надо замочить ой мёб они так мягенькие стали не были твердые сейчас стали мягкие примете но не горячий надо слишком горячий как конфетка мягенький прям мягкий да у меня не очень острые чувствуется чесночок прикольно они похожи передавать чесночок главное значит похоже чешские книги да типа вот только в клетки они вот это вот это вкуснее чем 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 масло красный лук и тему чем основная часа что надо макать просто размешать да 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 я помогать что это ну вкусно она прям вот я тушь в руках это клёцки дали плёцки только только рисовые да на рисовые плёцки вот в соусе он те самые вкусные даже не все попробовал тоже прикольные ну ты пока там пробовать все антибна тут вот это еще не пробовал почему это с начинал 100 уверен конечно да 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 похоже на правду ну вкусно не могу сказать они все очень разные ну вот это я бы может быть бы и покупал бы те которые с чесноком мне кажется самые такие ядреные да а вот эти самые лайтовые острые тоже остренькие ну вот с чесноком мне прям нравится фасоль фасоль тоже острая такой яркий вкус может быть грубоватый вкус но ну это ну это больше погонять по рту типа ну поразвивать то есть типа на обед моторику на обед ты не наешься мне кажется ну там типа чё тут есть совершенно с другой стороны это рис вот этим рисом можно на речке под а думаешь типа думаешь они все такие цепные ну да ну что у меня был один товарищ который так сказать сразу после развала советского союза работал на заводе и что-то у него там с деньгами как водится было плохо и вот он до приходил столовая там было недоваренная гречка брал себе две или там три порции запивал это все водой не горит я есть не хотел два дня после этого вот это вот очень похожая какая-то история но это прикольно это знаешь как это как вот типа на ну не оператив от типа ты поел и вместо десерта такой типа десерт награду за еду да да то есть типа вот такая история микроценно классная ну вот это не про мне его точно нужно с чем-то то есть если какую-нибудь лапшу можно заварить ее можно съесть и наесться а вот к этой штуковине нужно это просто что это просто типа дополнить либо же это оператив в начале еды либо же это после не стать и о оперативах что пара пара по короче я считаю что это гарнир я не знаю как то вот прикольно мне нравится разные были мнения о данном продукте прикольно видимо все очень сильно зависит от соуса действительно потому что вот это мне нравится желтого всего я бы сказал что он поскольку вкусно это же уж не желтенький ты просто бежевый прям прям вот так вот в китае воткнуть палки в рис это прям вообще это неуважение смерти вот это вот конечно закрутилось не знаю мне вот в этой черной фасоли не хватает вкуса чеснок с терияки вот он прям такой ядрененький давай больше нравится топ-3 я на первое место ставлю сыр это не сыр это не сыр это прикол что это просто это это масло и маслом а хорошо обычное масло и лук оно выглядит как сыр там на самом деле на самом деле на сайте очень много вкусов мы просто взяли три ну чтобы ну куда мы сколько мы наживали на первое место я ставлю масло и лук на второе место бобовые фасоль фасоль история а на третье место чеснок мне он все-таки показался грубоватым а я все-таки нежный нежный молодой человек так а ты а ты а коты а коты не льет точно совершенно чеснок на 1 прям вот он делается отрывай второе третье я бы сказал что сложно выбрать из-за на самом деле в магазине там еще штук 10 видов честно сказать как бы просто но блин как бы очень трудно будет подобрать а что вы думаете по этому поводу неважно да нужно примерно так минут типа ты сказал чтобы главную жизнь вот прям если считать точно гарнир то чтобы сюда еще можно было добавить с каким-то мясом тушеным например это даже из говядины можно просто типа 6 стейк и сверху ну к стейку наверное тяжело нет медальону нет я бы не стал я бы беточки к чему ты знаешь вот тушеному такому вот условно там вот без строганов вот с этой вот но это как ну типо ночная штука же вы прикольный мне кажется это переход перри перекус на бегу грубо говоря тут и все ну типо вот она а ты василий приземлись остановись куда куда микро он куда хочешь шел на полку насел покушал спокойно вдумчиво зачем у нас все набегу не согласись съесть лапшу это типа цельное блюдо не воспринимаешь цель тут просто этом соглашусь сюда хочется добавить от правда да я думаю не добавил съел лапшу и добавил это то нет это будет очень много и пор да очень много будет всякого жарите просто мучного условно как у мечного мужчины нет углеводного это рис прессованный углевод в числе не гады узда очень вкусно вкусно вообще базара нет я не знаю мне как-то рассказывали про это нет вот какая-то гадость нет прям прикольная штука прикольно но ей одной не наешься точно у нас гранатик гранатик грифрут о грифрут джин разъел наконец давайте потом не пахнет так вот как пахло слива например за разнообразие от сливы прям вот от персиков прямо запах был сразу здесь я в целом люблю здесь такой поэтому это сразу плюс балл понятно он такой химический но я бы сказал что правда грифрут химический сам по себе ну да мне нравится вот эта легкая горчинка мне кажется и не хватало в предыдущих что-то не распробовал там горчинку но есть есть на самом кончике то есть горчинка повторим горчинка требует почему жертв ну жертвы давай выяснений обстоятельств как говорится налейте побольше чтобы было что пока чуть-чуть это такое а потому что мы не пьянки ради а мы не пьянки на ли в этом еще между ни краев чуть не видишь вот так хотя бы хотя бы знаешь как-то я же не бью краев не видишь мы дегустируем 3000 просто ну отлично мне кажется корейская еда вполне оправдала еще подожди мы еще не закончили но вообще мне пока все очень нравится зачем не хватает в корейской еде вот натурально я уже по моему это упоминал еще до съемки мне очень не хватает в них свежих овощей вот это не на самом деле как бы если мы пошли там ресторан корейской кухни наверняка там были бы все овощи знаешь нет ну вот из всего того чтобы быстрого приготовления фастфуда на самом деле нет почти это маринованных много маринованного много какого-то там не знаю тушеного перченого верченого любого корейцы не особо может быть любят всю эту историю просто вот это со свежесть не типа стране же самые битые огурцы но это не свежие огурцы все ну абсолютно нет а вот всякие свежие помидор кстати давайте я вот спросил таки а что почувствуй горчинку если не почувствуешь сосредотачиваясь на горчинку даже лучше буду если не почувствуешь наливающие экзект ли они вкусно вкусненько вкусно я ничего классно мне нравится напиток наш эту это как пиво только другая интерпретация вот ты спал знаешь для меня кстати ближе к вину вот натуральный но вино слишком сладкая ну ну для вина да ладно слышно кстати она вот реально сладкое я прям чувствую что покарается портвейн сахарный бог тебя прям доничку трубами как это не пока что мы сразу следующую конечно грингрейп посмотри на этого саша грейп саша грейп саша грейп спринтера вот кстати вот конечно вот кроме штуки дрюки есть у нас смотрите мы сейчас короче налаживаем все налаживаем смысле и открываем платочный процесс осуществляет что это они с глазками да а там мед нарисован да она видимо сладкая чинг-занг со вкусом меда и семенами черного кунжута вот такая история пробуем ребятки вот так вот не открывать русским так открывается эти как открывается плотный плотный вот это нужно превозмогать пластик плотный чтобы ой прикольный судите какие прикольные они вышли зарядить они вышли нормально ну прикольно мне кажется это из из разряда сладкого попкорна очень сладко да ну это детский для детей мишку типа 23 детей да если вы хотите хотите от них избавиться к 18 ну просто на понравится когда дети маленькие возрастает уже не нравится вот этим и кормить ой ничего он не понимает топкоки отличный на что у него после этого будет инфаркт 15 почему да не будет у него инфаркта в 15 у него в 15 только психотерапевт начнется подожди он еще должен какое-то время терапию пройти ну это это классная штука это прям десерт да это прям сладкая 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 вещь мне что-то напоминает но не могу понять что мед с попкорном нет нет у нас есть что-то такое да 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 вот что-то что это чак-чак это не чак-чак бек-чак-чак нет это я ну слушай это такой это чак-чак даже не на минималках нет торгельник мягкая булка нет я имею ввиду чисто по вкусу ну кстати как ни странно мне кажется да не похоже но может где он меня сбил я взбивал прям что-то медовое нас на ужин что-то коричневое довольно штекс у нас на ужин коричневый без штек но это прям не закуска кладу я так скажу нет это максимально далеко от джокси сержу десерт классный десерт зеленый виноград да ну кстати это неплохо а вот мне кажется мне не понравилось тут химии побольше мне кажется нет тут вот зеленый виноград он то есть ну типа а ты смотри такой медкомка полерни ну прям слишком вот слишком много винограда яркий вот яркий вкус он перебивает совершенно даже вот эту медово-сладкую да он даже медово-сладкую штуку перебивает поэтому если вы где-либо в сеуле познакомились с девушкой чем все ли почему бы а почему бы не в сеуле это все-таки южная корея до сих пор пока еще так и вот и она приходит а вы так типа не хочешь ли посмотреть на нарезке ноте как врежет за такое она же не каратистка она же даже даже не из его палочками в глаз просто так не суть короче если надо приболтать вот саджи вкусненько сладенько вообще ничего не чувствуется если она приболтает и подсечка прям как это хоккей прям неважно где вы в сеуле или где-либо если нужно приболтать девушку вот саджи это отлично на самом деле да пьется легко нижнего страшно подтверждаю человек со знанием дела не в сеуле конечно так хотя с другой стороны смотрите если здесь 13 градусов 13 12 то это в принципе вино ну я и говорю три бутылки да ну смотри у тебя вот в этой вот штуки 036 да ну то есть две бутылки это одна вина да и потом вины не чувствуешь никакой виноваты без вина с одной стороны да а с другой стороны мы же уже бутылку выпили потому что мы алкоголь бананокит это тоже будет сладкая да надо пробовать дальше нет я не против если сладкая значит сладкая надо пробовать у нас еще есть между прочим еще одна паста которую мы будем делать да супер пупер боксинг я забывали что все видели это кузя домовенок ну ты помнишь же были вот эти вот кукурузные палочки я помню когда нужно было на телефоне кнопочки нажимать когда вкусу игра нет ты звонил ну звонил и там между прочим кстати интересный факт вы знаете что в оригинале это не домовенок кузя кто бы мог подумать а это хьюга the troll попробуй из интернета когда еще интернета не было попробуй тебя троллили по телефону да ты звонил туда тебе такие опять не получилось это банан прям банан конкретный прям это прям сто процентов причем причем он типа кукурузный и даже не чувствуешь что кукуруза вообще это классно вы когда-нибудь ели банан вы жевачку желали это прям вообще прикольно василий держи себе рука что ты начинаешь разбрасывать вообще не сладко могу его сейчас просто удар хватит сахарный сахарная помощь сахарная комната это прям банан мне это прям реально вкусно вот если сравнивать медовую это гораздо круче банановая вообще офигеть другая история но это сладкий вот десерт уже мы постановили паштет просто разъебочный поэтому банан слов я бы даже ну а там да какое там еще слов можно угодно ну как бы кроме шуток то что паштет он великолепен банан банановый велико прошло велика поле римин мне даже кажется что натуральный банан не такой банановый как это банановая штука но и правда да так есть очень вкусно блин это очень вкусно это очень банановая действительно это ну то есть чтобы вы понимали это кукурузные палочки вот с максимально банановым вкусом вот прям какая-то жевачка как а знаешь была банановая они безопаснее потому что бананы радиоактивные вот так вот абсолютно почему чтобы придумывать радиоактивные бананы узнали что банан трава трава не наркотик трава судя по всему рапорова нет банана трава как ни странно так давайте дальше у нас остался последний сотку давайте делать лапшу нашу с овощами или убирацкую убирацкую с врачами сатанинскую с овощами мы сейчас будем делать лапшу зачем делать овощной ад сатана любит овощи банана немного сбила так давайте сейчас мы опять у нас будет переформация нашего стола а если мы на эту штуку натянуть вот это медовое кольцо это же прям вообще бомба продолжаем а вернее союз не переключайтесь на небесах абсолютно все так ребяточки у нас еще один завершительный наш аккорд так сказать да мы будем делать вот такую прекрасную лапшичку супер 2x спайси между прочим 2x спайси но мы не просто будем заваривать мы будем жарить ее с овощами смотрите мы что делаем я как повар ну не то чтобы пору как увлекающийся человек я не могу просто взять и заварить лапшу и все такое поэтому мы будем извращаться немножечко вот так вот прям опс отправляем эти вот штучки которые здесь есть мы оставляем это туда это тебе со второй лапшу также можно было конечно сделать три но я думаю что просто уже уже не надо было столько много сегодня вечер мы так неплохо проводим время да и так сейчас мы быстренько пускай это варится пока да мы часто сварим дальше что мы будем делать дальше мы откинем лапшичку на друшлаг и начнем пожарим овощи овощи я специально заготовил я не стал чтобы мы там долго не заморачивали прямо так из овощей лук мелко нарезанный болгарский перец и есть там морковь морков да пахнет кайф мы это пережарим на сливочном масле добавим добавим как бы нашу лапшу переживаем почему будем делать такой текст кать удончик пожаренный с овощами так вот давайте да слушай ну вот это меня кстати всегда поражало вот эти индукционные плиты вообще как космические технологии ушедших цивилизаций так лапшичку уже сварилась сейчас мы быстренько и отбрасываем нашу шлаг и начинаем жарить овощи погнали так ставим сковородочку маслица прям сливочного опс растапливаем отлично и начинаем жарить прям наш овощ так прям да быстренько сейчас все размешаем и жарим так смотрите как потихонечку нас доходят наши овощи ну а мы что мы продолжаем да стрэбари пожалуйста клубника клубника откуда узнал стробри потому что понятно би кукле би кукле би кукле би кукле классно нет я клубник не люблю от сядь я бы отсел бы тут некуда понятно так главное чтобы наши овощи хорошо опустились так сказать и все будет отлично так ну дегустируем сиджо увлечная за языки да вкусно как будто бы прямо летнюю такую большую клубнику откусила ворвалась вкусом прям аж люди потекли и не понять мне не понять очень водянистая какая клубника сочная ты хотел сказать нет водянистая это знаешь вот такую которую шприцом на рынке так с чем сиропом водой да ну блин я вот даже фаворитов мне тяжело назвать слушай ну как ни странно я понимаю что ты ты меня уже покусал за это тут за кадром мне как ни странно зеленый виноград понравился он пришли на вкус и цвет фломастера не всех разная правда на грейпфрут не понравился мы попозже подожди подожди мы попозже подвинем и . сейчас мы попробуем нашу отличную лапшичку еще острая острую 2x по из 2x 2x а у нас еще есть эти напитки давайте напитки посмотрим пока тут все жарится и любые вот эти милкис вот милкис кстати тоже это из моего детства вот эти эти я не помню эти наверно новенькие какие-то новенькие давайте давайте мы что поройскую давайте мы начнем с мелкими вообще царите раньше 25 лет назад милкис был один только вот такой он это конкретно молочный газированный напиток искать то есть это вкусное сладкое молоко плюс газировка грубо говоря вот такое было но теперь и виноград их пищи и манга какой там еще у нас есть клубника есть и клубника манга виноград клубника видимо банан должно быть хорошо да вкусов стало гораздо больше это интересно конечно ну и нам надо всех попробовать действительно да давайте начинать пробовать самое забавное что я познакомился с этими напитками как давно буквально несколько недель назад я увидел этот напиток интегрированным комплектерную игру не побоюсь этого слова по на в какую лучше я не помню смысле я посмотрел какой-то спанчбоб смотрел какой-то стриму там чуваки что-то лазили где-то плавали по каким-то морям и там такие вот баночки плавали и если ты ее выпивал то она восстанавливала тебе потребность еде и воде и здоровье давай тогда я думаю что это что-то выдуманное а сегодня я вдруг такой папа она оказывается мы просто мы просто попробуем сначала а потом попробуем не про потом все смешаем это банан это банан все правильно я понимаю что это на основе какого-то грубо говоря молочного напитка не что они все они все на молочном потому что банановые ароматизаторы они самые ядреные мекас арбузные самые ядреные сухое обезжиренное молоко везде у них присутствует понятно поэтому как бы я кстати в детстве вкусно пахнет обожал жрать его блин а пахнет на них пахнет какие чипсы да 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 я говорю очень ядреный они чипсы вымачивают в милкис просто сладко классно ну так не очень сладкая на несколько вата она сладко молоко не чувствуется это просто какая-то банановая ну банановый раствор жижа такой знаешь о как 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 это у нас зеленка называлась раствор изумрудный вот бриллиантор блэльянтовый бриллиантовый извините вот подожди бриллиант или изумрудный бриллианта вы просто прилигают их изумрудов черт ладно но он просто раствор банановый что так чисто прям попить мне мне больше интересовалась какая история и от тебя Madison бейда да стомболе хорошо и вот это стро2 бари вот так вот я б et da как там типа по правилам да а ты как хочешь по рюмочкам запить страубери или как мы с пивом делали как с пивом конечно только нам банан испортит все пожалуйста позвоните в полицию усилием вкусом один к одному 1 к двум на тебе нету подожди там же наверняка свечи тут как один дом один столетиями рецептура один говорю на овощи просто теорему выучить это не так круто как ее вывести давай мы выведем из себя пропорции так здесь уже подходит немножко уже к нашему этому заточной науки за вас ребятки ставьте лайки ну так алкашка вообще ушла просто ушла вообще где можно пятиклассников накидывать так ребяточки за эти у нас уже все подходит здесь пора уже сюда добавлять наши наши нашу лапшичку кстати как овощи вообще отлично прекрасно что мне нравятся классно вообще никакой прямо правда и ты знаешь и клубника но суть в том что здесь вообще не чувствуется алкоголь а вот прям совсем и за счет того что она какой-то такой легко газированная ну то есть это прекрасно освежающий напиток вот как-нибудь теплый и жаркий и летний день вот это вот выпить очень приятно следушком следушком да вообще отлично так ну что подошло время смотрите мы дальше вот так вот берем вот так вот перемешиваемся быстренько хорошенечко дальше мы должны добавить наш острый вот этот спайси соус маловато сейчас вторую еще добавим так это тебе так отлично вот так вот так все перемешиваем спонсор сегодняшнего видео близлежащий спорт на вообще спайси 2x пока не пахнет что-то да вообще где острота так смотрите-ка одну все уже все мы плиту выключили все тут дошло как надо давайте мы так вот чашечку вот так вот прям берем так вот лапшичку и и вот так прям оп вот так вот вкусняшечку остренько x2 понимаете так как мне это все освободилось не обманывали освободить все это по остроте вообще ни разу что думаете слушай вот даже в славном таиланде так я вот так а потом если добавочки когда не будет приносили потом ям а я говорил чуваки сделайте пожалуйста острая не приносили в таиланде за еще не остро было не остро они мне приносили типа хочешь мы как себе играл как себе только еще потом они выходили всем этим ресторанам смотреть ну нет там было конечно уже нормально особенно завтра но когда вот мне рассказывали про то что ты умрешь нет как нет видишь нет держит здесь сижу палочками вот вилочками я полуешь палочками да наста себе стойте надо еще нори добавить нори и что немножко на руки мыли вот так красиво и лук лук и лук свежим лучок чаще ща 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 пожалуйста покажите нам приближение как это выглядит вот так вот теперь мы все не зря чего же начинаем пробовать давай это же вилкой не буду правильно что узнаешь вот этот культурная апроприация кому она нужна сегодня но вкусно получилось эти как красиво выглядит да да горячим нет не знаю потом как вкусно острота есть острота горит есть как тебе добавим 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 это не самая острая немножко надо тебе помешай помешай а ты думаешь так будет вкуснее да повар от бога но в царе получилось очень очень хорошо и вкусно и красиво я ничего не могу сказать это вкусненько и довольно таки остро довольно таки остро вот люди как они едят это все вот так вот насыпал себе навалил вообще это восхищаюсь ну мне кажется острова там ну так классно и прямо ждет лучше ему приятно ждет он просто проводит не без этого безусловно но ты знаешь вот у меня например но вкусно перец хабанера который не самый злой на свете сам ну вот я его прям не могу вот он меня как-то разносит вообще в щепки вот тот же самый нам скорпион ты как бы такой ну да остро но как-то не смертельно вот с хабанером не прям ребятки если вы хотите чтобы мы сделали обзор на острые соусы на супер острые соусы я хочу пацаны пожалуйста напишите в комментариях хотите или нет давайте так если какая-то часть комментариев будет что типа ребята сделайте обзор на острые реально острые соусы да я конечно сдохну с тобой тут рядом сидишь просто посмотрим я могу присоединиться да то мы сделаем вы только напишите и ведь узу его позовем он тоже большой фанат обязательно хочется пить или выпить хоть хоть что-нибудь еще ридкости хоть подложить лапшички что у страду слушай 2 хватит лапшичку я не для этого сегодня но вкусно мне били час очень вкусно предлагаю очень вкусно это правда очень вкусно я ничего не могу сказать а я предлагаю теперь сделать а может делать да смелкис но теперь на как-то по-другому да например виноград оригинальный 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 с оригинальным он то последнюю бутылочку дай-ка всего блин отлично или вкусно вот давай стой а мы стояли они не делали точно с голосом у меня добрый вечер острый 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 как в школе смешинка в рот попала я не знаю что там в рот попало но но надо запить кстати то между прочим так как-то был спор что колянца все устреминг и между вообще лайкосе мы набрали да когда будем жрать когда завтра но не здесь почему я если что когда узнал потому что я в другом городе хочу вообще это все употреблять в другой стране я когда узнал про эту историю я был готов присоединиться к всю стрёмингу прям сразу конечно мы готовы давайте карательная кулинария это 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 вкусно это вкусно если умеешь готовить да а не так просто открыл и нюхаешь тебе придется научиться василий я могу показать его даже я смотрел некоторое видео где шведский повар он говорил бы просто не просите вы занимаетесь это все надо провода на все хорошо вот и и все промоем после этого хорошо попробуем сделал как крошка но где где давай ищи место погнали я не знаю где на пустыре радиоактивно вы чтобы никого не беспокоить мне кажется мелкий создан для того чтобы убивать алкогольный вкус соджи мне кажется это его единственная цель вообще во вселенной но мне нравится потому что ну то есть это мелкий с потому что он оригинальный я его пил раньше в детстве это прикольно как ни странно это не для этого да надо по лайтове возможно вот эту вот вот эту вот штуку вообще не будет ничего чувствуется это будет просто вот какая-то карамелька жвачка вот какая-то вот прям такой училки с оригинальной очень вкусный лайтовенький какой-то и вот у меня вот да возможно просто он действительно может быть не для алкоголя в это вкусно ну мы бы и оригинальный также с таким же удовольствием выбили просто да 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 то есть на просто здесь вот сейчас немножко перебивает хотя кстати может быть и неплохо ну вот именно то что меня чуть-чуть пробивается предыдущий был вкуснее когда мы клубнику с клубниками да у меня просто сейчас вкус обши все еще сохранился там просто дракона еще говорят привет 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 андрей да продолжаем нам надо докончить да все это давайте у нас остались уже совсем немножко слотов плотов слотов там ям-ям орешки там я в орешке открываем с этих орешков просто будет смотреть так давай подавай что он свержитесь отлично подавай еще ну такие вот это прям арахис арахис в обсыпке в какой-то вот прям липкая сладенькая сладенькая ну это после мира после лапши что то есть из том яма для мусор раз ну да вкус какой-то есть кокосово масло ну травы каких-то но мы прям обсыпано какой-то убежки травы да 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 может лимонграсс я тебе говорю что лимонграсс лимонграсс и кокосовое молоко да да все подряд да ну вкусно ну интересно я бы сказал под пиво знаешь я бы пожалуй это купил один раз ну если учесть например покупать просто арахис или вот это я бы пришел вот это ким просто арахис а если васаби опа мем там ям больше нравится чем васаби вопросы больше не имею ну возможно просто потому что ну мне просто не нравится мы столько лет дружили поэтому знаешь такие вещи ну не знаю ну на любителя мне понравилось нет в целом если не кривляться то да такие типа просто но не яркая то есть закусочка не остро не возможно но даже острая простом из этого не понимаем давайте продолжаем нефиг спать допивайте нам начал пиво не допил симулянт так что мы еще не пили все мы уже пили в этом мире а мы не хотим разные милкис попробовать с разными саджу у нас есть виноградный саджу и виноградный милкис есть манга манга хуенга а с каким его саджу вот с этим давайте why not как говорится подожди джинро из бэк есть еще вот этот вот какой-то фрэш фрэш с манга фрэш зайдет давай давай погнали так что у нас еще тут у нас слива и нет смотри есть тебе понравившийся а что ты там прям вот уже начинаешь играть физико-ядерщик я нормально все делаю и такой а вот просто стакан не льешь саджу я не узнаю сколько надо превращать это все в какую-то уже мы выпиваем поэтому не надо вот например вот сейчас давайте один к одному давайте решили давай ну хоть алкоголь почувствовать мы так не делали просто вы знаете в питере есть место называется анонимное общество усердных дегустатор ну кушайте эксперименсатор мы первый раз друг другу вот это вот с картиночкой бамбука здесь вот на этикетке есть бамбук и называется оно фрэш бамбук да похоже на бамбук отлично вот и сейчас мы его с чем с манга с манга нам показалось нам показалось что это будет круто что это будет круто чин-чин ради экспериментов все ради вас науки и это прям хорошо водянистенько ческать я вот здесь алкоголь кстати чувствует вкус вообще от манга не почувствовал нет здесь как раз оттенок здесь все на оттеночках вот оттеночек алкогольчик алкоголь оттеночек манга оттеночек вот какой-то вот это вот непонятно вот удивительно мы попробовали клубничный саджал с клубничной мелки и алкоголь не чувствовалось вообще да попробовали оригинальность нужда с оригинальным мелки с алкоголь не чувствовалось вообще да сейчас попробуем гамболе мелки с fresh сорту алкоголь чувствуется да да нет и реально мы реально просто хотели попробовать так ну что ребят мы немножечко прибрались осталось совсем немножко буквально будем подытоживать итак у нас здесь саджу из винограда вот так вот прям красивенько и что у нас милкис виноградный виноградный но кстати виноградный темный виноград а здесь зеленый виноград не было это я думаю проблемой я думаю что просто художник проблемой не будет понятно если я на деле саджу конечно прекрасен тем что можно много выпить спокойненько пить я сказать что это слабо алкогольный напиток все-таки там 12 13 градусов но тем не менее это не 40 не 50 бьется ли соль это вообще пьется легко это действительно так и в целом интересная достаточно штука то есть можно его вечером там в квартире представь что это вот это в тебя по жизни какую-то корейцев да то есть ты можешь спокойненько днем вечером то есть ты просто упьешь вместо вот там лимонада или кого-то кофе то есть и ты такой все время у меня была бы проблем или ты это самое главное можно найти под свой вкус да вот один нравится другой что там судя по всему 10000 вкусов и там давай и темные виноградинки одна светлая и будем говорить что нам понравилось из сегодняшнего нашего на вы разнообразие да вкусно но черный виноград преобладар перепри приобрет приобрет приобретал зеленого не да но очень прикольно самом деле для обликнул старик поплыл короче порвало интересно она по вкусу вот прям как виноградный сок да да вот вот это прям вот это прям виноградный сок ничего в нем больше нет никакого алкоголя ничего очень неплохо его действительно вот прям можно пить 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 и и что самое удивительное вот сочетание с милки с все вот эти напитки которые мы попробовали они очень легкие они очень свежие они я даже не знаю стоит ли туда лед добавлять если честно мне кажется льдом бы вообще немножко под разбавит как мне кажется чуть более водянистая но или да окей то есть это должно быть охлажденное сильно охлажденное и то и другое и тогда вот какой-то жаркий летний день великолепно совершенно просто великолепно это будет каждый день великолепно коктейль да 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 у тебя прям утро каждый жаркий утро будет начинаться хорошо и заканчиваться и замкать хорошо в общем так смотрите мы сегодня съели очень много всего давайте так как у насчетное количество летесные давайте мы сделаем так лапша трех видов было да да спайси потом было удон с яйцом и острая на сковородке какая кому понравилось больше все первое первое третье третье мне тоже третье понравилось больше слабаки толстухи почему слабаки она была какая-то она ну нифига вообще на него снова вкусная была мне понравилось с овощами прям очень классно хорошо так дальше опять же ну как хорошо так сравнивать у тебя вот есть просто блюдо из коробки из банки и потом такой вот мы здесь пожарили свининки на банке лягушечку тоже там какую-то отловили с другой стороны мы сделали там яйцо майонез лук и никому не вкатилось втроем типа отказались а вот первое это просто не беру было линии такой реально было вкус нет я не то чтобы типа там за то что там легко коров я по друзьям по вкусу первая лапша это прям идеально похмельный утро вот прям вас восстановит но вкусно вкусно было так хорошо давайте так дальше паштеты кому какой из трех понравился есть майонезный есть просто стомай и то что в виде какого-то нет майонезный я думаю что мне больше нравится майонезный тебе мне все три понравились но фаворит майонезный майонезный но мне три пошли почему-то мне больше всего понравилось рублены то есть говоря я вот я бы съел бы прямо плашку прям дашку рублены хорошо было бы в банке пол-литра не вот-вот-вот до маленькой баночки а вот в такой как я не знаю вкусом по вкусу банку кабачковой икры бог да вот это вот было бы прям огонь второй он тоже вкусный был но он прям более сухой потому что нет конечно да майонез вот прям как раз таки стабилизирует их глядет вот во всем хорошо дальше так что мы еще правы пробовали ну чипсы понятно какие чипсы вот сладкие и соленые у нас были остренькие какие больше понравились точно да банан и лук хорошо креветки там что-то было мало креветок и много печенья юбилейного мне показалось наоборот но неважно тоже не очень не суть вот этот вот то что она называлась капал фиш это ну вот эти вот кальмарки они вообще день я не понял их прям совсем мало кальмара очень как-то прям вот какое-то печенье с налетом знаете вот когда креветочки такой сварил то съел пакетик покидал и утром такой встал тут они там есть вот это вот и вот это она но не на самом деле как бы саре лук я просто ну меня просто вот этих чипсов было много молодости я прям помню поэтому как бы я так то есть не по ностальже окей но не более да но по большей части мне понравился как раз таки вот банан прям реально фаворит мы забыли про медовые штуки медовые были вкусные но они были больше похоже канала такой десерты такой вот прям милова банановый десерт да и принято внести да это было прям очень это прямо приведите внимание и дальше ну а дальше саджи а подожди а как как же вот прям хичпоке 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 какие больше понравились фасоль дай мне еще каких лук и масло и он тут еще лук и чеснок нет чеснок и терияки чеснок терияки чеснок фасоль бобы бобы и ну black beans это фасоль да и собственно как бы лук и масло их там больше на самом деле у меня точно наоборот лук и масло фасоль и чеснок мне фасоль не понравился вообще ну потому что она ну она островато но мне просто фасоль сам вкус не нравится вот лук и масло более-менее а у терияки с чесноком прям топ да 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 и кулачок отлично дальше напитки мелки мы еще кстати не период такие вот газированном рецепторе почистить давайте побыстренькому один год возьмем просто по разным баночкам какие есть там ты не хочешь давай дыньку давайте дыньку попробуем просто ради того что понять понять что просто газированный напиток кстати мы быстренько так вот как я понимаю обычная банка колу или пепси не допил видит вот так да кстати одно из кстати одно из вариантов да когда ты например сидишь за столом в корейском ресторане и не хочешь больше пить ты должен просто немножко не допить и тебе больше наливает и больше ты не пьешь какой хитрый ты смотрю как только но это такое там у них так принято как только у тебя бокал пустой значит младший сотрудник или младший там по присутствующим должен доливать сразу же либо же например если вы на равных пьете дает и такой ты сможешь не допит он такой наливаем допивать это должен обязательно допить в принципе как у русских у нас такая же история давай допивай я тебя доливаю все похоже вот молодой митни запил да 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 вот и отвернись типа и за такое либо же там допивая и все такое дыня дыня прям химозная прям какая-то много дырки такая прям как в машине пахнет газировкой елочкой какой-то с дыней сладковато сладковато и не хватает газов ну газика впало но как утолить жажду наверно нормально сколько в ней вмещается 250 очень непонятно и тут прям вообще не поймешь да тут написано масса нет то 350 350 ну принципе до 30 баночки хватит на пиццу до до 35 до банки fight на пицца но вкус такой да за ним как хурмы сожрал просто другую давай одну еще наливно если хочешь к какой-то лимон и лучше нужно попробовать лимон давайте лимон и чего пробуем чтобы подытожить очень химозная если честно я не могу сказать что это прям супер сладко но вот и выпиваешь и она прям оседает как-то вот везде и манюхаешь вяжет и понюхай нашу туалет мы утенком да у меня есть любимый близко скажу как в туалете макдональдс вот это прям совсем ужасно честно мне не понравилось ой вот мелкий вкусно это не очень итак давайте так давайте давайте дальше начнем да мы все прочитали только саджи какой саджи по нас больше всего из оригинальных из оригинальных у нас было джинджи желтый вот такое тут и еще был фрэш на фрэш и до фрэш где фрэш вот фрэш вот вот даже видно что желтый самый топовый не короче он самый конечно самый водочный дан то есть там типа и водка волна он и пился хорошо да там как вот выпивалась нормально он какой-то сбалансированный наверное просто фрэш он был просто мягенький да но эти два это прямо одинаковые принципе по факту они вот у них проблема проблема особенность в том что если вот это за какая-то такая очень слабенькая водка то вот этот просто водка с водой и вот ты пьешь и такой вот как вот такой прям б и вот как-то неприятно это ощущается честное слово в общем смотрите мы в принципе подытожили рассказать свои предпочтения как бы да я думаю что вода кто вы и саджу а из фруктовых но мой фаворит это персиковая нет слива и персик у меня топ-3 это грейпфрут слива и персик мне грейпфрут меньше всего понравился давай мы так расставим их чтобы они все все вместились у нас я бы сказал что кадры с корейской дорамы что мне наверное из фруктовых мне понравился грейпфрут мне понравился как ни странно виноград наград и в целом наверное даже персик при всем при том что я не очень люблю персик но вот он просто какой-то очень такой сладенький нежненький вот какой-то такой прям раз и проскочил прикольно да в общем вы все видели и мазик мазик отлично мазик он крутой поэтому знаю как бы в него отличие если вам нравится такой формат мы будем делать его чаще у нас еще японская кухня еще китайская кухня довольны индейской куча всего да и мы можем также пробовать всяко разные то что продается у нас россии говорить где это продается как что-то как что пьется какая культура либо же например если вы хотите мы можем очень сильно погрузиться в соджу и рассказать какие есть коктейли соджу прям отдельно снять видео прям конкретно только только без без всяко разных и без всякой разный ты вообще ребят пишите пишите в комментариях ваши отзывы понравилось не понравилось что понравилось что исправить что не исправить может быть про что рассказать что попробовать а мы будем пробовать почему бы нет мы согласны в общем все хорошо лага просвещено большое спасибо ставьте лайки остались нами пока пока не успели